Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста, это книга Исход, 1 глава, 5 стих, и книга Деяний Святых Апостолов, 7 глава, 14 стих, мы зададимся вопросом, сколько душ пришло с Иаковом в Египет? И следующий вопрос, и почему речь идет о душах? Давайте прочитаем этот текст, чтобы вопрос был более понятен. Исход, 1 глава, 5. Всех же душ, происшедших от чресел Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. Проблема с этим стихом заключается в том, что в православном издании, в католическом издании указывается число 75, а в протестантском, в иудейском – 70. И возникает вопрос, почему это разночтение? И как убедиться в том, что православная традиция, она более соответствует древнецерковной традиции? Для этого мы должны сделать сравнение. Это книга «Деяний», 7 глава, 14 стих. Это проповедь архидиакона Степана. И он говорит следующее. «Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова, и все родство свое, душ, 75». Когда архидиакон Степан произносит в Иерусалиме свою проповедь, понятно, он ее произносит на еврейском языке и отталкивается от протоеврейского текста, то есть наиболее древнего, каким он сохранялся к первому веку. Таким образом, число было 75, но потом масореты при переписке школы Бен Ашера в Тиверии, они могли опустить одно слово, а так как протестанты молятся только на эту традицию, не христианскую, они все это скопировали, и таким образом вкралась ошибка. А есть издание протестантской Библии, она называется «Женевская Библия» на русском языке, и там по этому поводу говорится, что в древнейших списках, имеется в виду кумранские, стоит все-таки 75 душ, а не 70 душ. Таким образом, мы видим, что церковная традиция, как на Западе католическая, так и на Востоке православная, сохраняет слово Божие в чистоте. Это очень важно. Второй вопрос, а почему речь идет о душах, ответ может быть таким. Ефрем Сирин и другие комментаторы древности, они настаивали на том, что обо всем и о каждом надо судить с лучшей стороны. И самая лучшая сторона в жизни каждого человека – это его бессмертная душа. Это прецедент, который научает нас тому, что даже если мы общаемся в нашем понимании с последним негодяем, мы должны в нем найти что-то хорошее. Если вам это трудно сделать, но вы давно знаете этого человека, вспомните, что когда-то он был ребенком. Это вам поможет. Вспомните, что не всегда он был таким, каким он оказался, как некий такой раздражитель по отношению к вам. Таким образом, Слово Божие предъявляет нам некий урок. Подобный урок мы находим в книге «Бытия», когда Ною было сказано «возьми животных чистых и нечистых». И экзегеты обращают на это внимание, и они говорят, а нечистые – это значит грязные. А почему же Господь не говорит «возьми чистых и грязных», а Господь говорит иначе – чистых и нечистых? Потому что каждый имеет возможность исправиться. А эти животные, которые брались в ковчег, они символизировали собой то, что в церкви есть и праведники, и грешники, и чистые, и нечистые. И никого нельзя назвать окончательно грязным, окончательно грешным, потерянным, как бы прошедшим точку невозврата. Мы должны верить в то, что спасение доступно для каждого, а для этого, для начала, будем учиться судить о каждом человеке с лучшей стороны. На этом настаивает церковь. Я недавно читал Махабхарату, такое популярное издание, и как же я удивился. Там описывают каких-то анахаретов, которые всю жизнь в джунглях, но при простейшем каком-то замечании этим анахаретам, они начинают орать, проклинать всех, раздражаться. И я понял, что мир Евангелия и мир язычества – это совершенно разные вещи. Будем судить о каждом человеке с лучшей стороны. И этому научает нас книга «Исход», первая глава, пятый стих. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегитесь из себя. Подпишись и поделись этим видео.